Девушки отдыхают Символом и гимном перестройки, записанной на английском, русском и испанском языках Сингл Wind of Change стал самым продаваемым в Германии Также на альбоме есть моя любимая баллада Send Me an Angel Альбом занял 21 место в Billboard 200 и считается многими лучшим в дискографии Scorpions Я вас приветствую, друзья! Сегодня расскажу о трех изданиях этого альбома, сравнив их между собой Это европейское издание, английское и американское И здесь возникает вопрос, что же считать оригиналом? Ведь если брать во внимание предыдущие альбомы группы, то там все понятно Это немецкие издания на RCA или Harvest Здесь ситуация в том, что немецких изданий нет Есть европейские, они же голландские на лейбле Mercury Интуитивно возьмем такого европейца за оригинал и начнем именно с него Конверт отличного качества, сзади трек-лист Пластинка находится во внутреннем конверте с текстами композиции и информацией об альбоме Сам винил хорошего качества отпечатан на PRS Barn в Голландии Имеет тихую массу, в хорошем состоянии, порадует отсутствием щелчков и дефектов Это не первый экземпляр, что у меня был И статистика подтверждает, что издание действительно качественное Но что же у нас по звуку? Вообще мне не очень нравится, как записан альбом Сколько бы я вариантов его не слушал В частности, ударные мне кажутся приглушенными Особенно контраст заметен на фоне предыдущих альбомов И вскоре вышедшей компиляции баллад Still Lovin' You Голландское издание играет довольно сдержанно по высоким Но с хорошим басом Однако, как вы, наверное, поняли, издание здесь ни при чем Интересно, что звук на некоторых треках меняется Скажем, Wind of Change и Send Me an Angel играют заметно лучше, чем, скажем, To Be With You in Heaven Особенно обратите внимание на открытость голоса Клауса в балладах Есть небольшой перекос по каналам Левая играет немножко громче Динамика вполне приличная Порадовала отсутствие какого-либо шума массы Есть падение качества на первой стороне последнего трека Restless Nights Звук смешивается в кашу с заметными искажениями Даже на дорогих головках с хорошей заточкой Причем к яблоку уровень громкости падает на пару децибел Но и это не помогло избежать проблем Печально, но, конечно, жить можно Цена из-за издания в хорошем состоянии начинается от 35 евро, что приемлемо Моя итоговая оценка 7 из 10 Этот экземпляр уже давно у меня в коллекции, тем не менее захотелось звукопозвонче А кто у нас славится звоном? Американские издания Однако найти американский пресс оказалось не так-то просто по приемлемой цене и в хорошем состоянии Поэтому перед ним мне попался английский пресс на лейбле Vertigo Не сверло, конечно, но все же забавно, что я его купил по цене около 40 евро Причем с доставкой в прошлом году Сейчас посмотрел на дискоксе, он обойдется около сотни долларов с учетом пересылки Как вариант, еще есть UK и Europe издания со стикером на вертиговском сверле По сути, это тоже англичанин, судя по номерам матриц, и стоит он в два раза дешевле Поэтому ловите лайфхак Хотя не стоит, сейчас поймете к чему Конверт также отличного качества, все четко отпечатано, внутренний конвертик на месте Сам винил хорошего качества, но что же у нас по звуку здесь? Из плюсов, ровный по панораме Отличается от голландца, причем сначала я подумал, что тут банально перепутаны каналы Но нет Звук заметно глуше, чем на предыдущем издании Уровень записи выше, но, наверное, это хорошо Хотя масса тут тоже тихая, шума щелчков не заметил К яблокам уровень записи не падает, но вот качество звука ухудшается еще заметнее Пострадал опять же трек Restless Nights Send Me An Angel не так сильно, но тоже В общем, опечален я английским изданием Вроде есть выигрышные моменты, но звук мне не понравился Поэтому продолжил поиски американца, причем уже не пожалев более значительную сумму Собственно, к нему мы сейчас и перейдем А англопрессу я ставлю 6 из 10 Проходим мимо С американцем мне не очень повезло Брал в хорошем состоянии нерминт-нерминт Как было заявлено, получилось не совсем как я ожидал И отдал я за этот экземпляр около 80 долларов В таком вот состоянии сейчас можно найти экземпляры по 60-70 Да, сразу уточню, что это не клубное издание, которое тоже существует в природе Это обычный американский пресс Конверт похуже, чем у предыдущих изданий Внутренний конвертик, в общем-то, тоже Сам винил отличный Тихая масса дефекта отсутствует Щелчков не заметил Что же по звуку? Как и предполагалось, верхов добавили Голос стал разборчивее, ударно и детальнее Бас остался на том же уровне Динамика тоже, при том, что уровень записи чуть ниже, чем у европейца Качественная масса делает свое дело Альбом звучит интереснее, на мой взгляд, и менее зажато Да, все равно не так, как хотелось бы, но это лучший вариант по звуку Жаль, что не удалось избавиться от падения качества на Restless Nights Картина тут такая же примерно, как на европейце То есть не столько тастрафично, как на английском прессе, но все-таки Моя оценка 8 из 10 Рекомендую Загадка, однако, как утверждает Discox Немецкий пресс существует в виде тест-пресса без каталожного номера, но с матрицами Однако, видимо, что-то пошло не так Раз регулярный тираж выпущен не был К тому же, глянув на трек-лист из 10 треков Не хватает всего лишь самого главного Crazy World Еще один интересный факт То, что испанский пресс отличается в составе испанской версии треками Dove Change Помимо английской О чем говорит надпись на конверте В 2019 году вышло переиздание на Mercury в Европе Друзья, вот честно, не смог найти его в Москве Поэтому отпишитесь, пожалуйста, в комментариях, у кого оно есть Поскольку отзывы противоречивые на Discox При том, что отпечатано оно на Optimal Media Некоторые отмечают прыжки на втором треке стороны B Обилие щелчков, резкое затухание на первом треке И искажения на первой стороне В остальном интересных изданий альбома не так уж и много Разве что чехословакский вариант я бы еще оценил на качество читаемости Не забудьте скачать сэмплы А у меня, друзья, на сегодня все Благодарю за внимание Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик И делитесь мнением в комментариях Но самое главное, будьте здоровы И, конечно, друзья, всем мира Счастливо!